Добрый вечер, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые организаторы. Большая честь на самом деле почувствовать себя членом команды, которой по большому счету, наверное, мы анестезиологи-реаниматологи являемся. И в завершение сегодняшней секции я попытаюсь вам приоткрыть небольшую, но очень важную часть работы, которую анестезиолог-реаниматолог, реализуя, оказывая помощь в той самой команде. Пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой. На самом деле, наверное, об актуальности нет необходимости говорить, хотя, может быть, важно сказать, что, понимая те знания, которые нам приходят из военно-медицинской академии многие годы последние, тем не менее, надо понимать, что анестезиолог мирного времени принимает участие в этих военных, так называемых, действиях и оказывая помощь пострадавшим в ДТП, набирает этот опыт не меньше. И, конечно, вот, наверное, те три момента, о которых сегодня все говорили, говорили хирурги, говорили травматологи. И, наверное, скажу и я, как анестезиолог-реаниматолог, что мультидисциплинарный подход – это прима оказания помощи пострадавшим с сочетанной травмой. Под физиология шока, она очень разнообразна в разные периоды тяжелой травматической болезни. Но, тем не менее, я думал, сбегу фотографий тяжелых, нет, одну все-таки вам покажу, то, что мы сталкиваемся в шоковом зале. И, тем не менее, инфузионная терапия, так или иначе, зачастую оказывается тем самым первым шагом, который нужно оказать при поступлении тяжелого больного с тяжелой сочетанной травмой. Проблема глобальная. И, к сожалению, я надеюсь, что наше общество в следующий год подготовит такие же рекомендации. А если вы посмотрите, европейские рекомендации пересматриваются за последние 10 лет четвертый раз. Отдельные рекомендации по особенностям оказания помощи пациентов с большими кровотечениями и кагулопатии, они друг без друга не бывают, после тяжелой травмы, с четкими алгоритмами, которые объясняют нам всю ту тяжесть патофизиологических изменений, которые переносят пострадавшие с тяжелой сочетанной травмой. И ведь это не только какая-то просто банальная гиповолемия, острая кровопотеря, это запуск каскада синдрома системной воспалительной реакции, это дистантные нарушения, отдаленное нарушение органов и тканей, это тяжелые нарушения кагуляционного потенциала. И, коль уж мы говорим об инфузионной терапии, мы, конечно, постоянно находимся в принятии очень непростого решения. С одной стороны, если брать острый период тяжелой сочетанной травмы, это всегда достаточно активная агрессивная тактика инфузионной терапии, когда просто инфузия способна стабилизировать состояние пациента и обеспечить нормальную доставку кислорода. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что неадекватная тактика инфузионной терапии, как недостаточная, так и сверхагрессивная, приводит к увеличению летальности в острый период у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. Наверное, тот пересмотр, который очень активно препагандируется последние несколько лет, это раннее назначение вазопрессоров с попыткой минимизировать объем инфузионной терапии. Рекомендации очень разнообразные. Почему? Ну, потому что пострадавшие с тяжелой сочетанной травмой это очень гетерогенная популяция пациентов. По объему повреждений, по возрасту. Раз по возрасту, значит, по сопутствующей патологии. И, к сожалению, создать единую рекомендацию, в том числе и по инфузионной терапии, не представляется возможным. Если мы посмотрим эти рекомендации, мы увидим, что да, в целом популяция больных с травмой рекомендует поддерживать систолическое давление не более 80 мм ртутного столба, до тех пор, пока мы убедимся и не реализуем тот самый фаст-протокол и не убедимся, что нет продолжающегося кровотечения. Но вместе с тем, если в рамках этой политравмы у нас появляется черепно-мозговая травма, то целевой уровень уже меняется и несистолического среднего давления к тем же 80 мм ртутного столба. Поэтому, еще раз говорю, активная тактика коррекции гиповолемии, она требует ежедневного, ежеминутного мониторинга при оказании помощи больным. Мы очень много, кстати, говорим про эти слова. Стандарт, стандарт, стандарт. И такое вот определение классическое, что является стандартом, побуждает задать вопрос, а кто может сформулировать эти требования? То, что сегодня не очень сильно звучало, но это очень важно, всегда ли выполнимы эти требования? Всегда ли они выполнимы в рамках действующего обеспечения стационаров? Тем не менее, определенные тенденции мы совершенно можем проследить с вами. И коли же мы войдем и живем в эпоху доказательной медицины, конечно, мы берем метаанализы, мы берем хорошо организованные исследования, но, к сожалению, ответы и многие результаты метаанализов практикующему врачу не дают идеального ответа. Посмотрите на вопрос, чем проводить, например, коррекцию гиповолемии. Метаанализы говорят у пациентов с травмой, что коррекцию гиповолемии можно проводить как коллоидами, так и кристаллоидами, что отсутствуют аргументированные клинические доказательства преимущества одних средств над другими. Раз так, мы должны от доказательной медицины опять выходить к нашим знаниям по физиологии и помнить о том, что различные инфузионные среды не только восстанавливают гиповолемию, но и по-разному распределяются по секторам, жидкостным секторам организма. Если следовать, например, концепции использовать только кристаллоиды, только физрастворы, то для того, чтобы увеличить ОЦК на 1 литр, нам с вами понадобится инфузия 5 литров физраствора в силу того, что большая часть идет во внеклеточное пространство. Мы несколько лет назад совместно с нейронным обществом провели опрос почти 100 заведующих отделений реанимации и интенсивной терапии, и мы увидели, что только каждый пятый заведующий отделений реанимации и интенсивной терапии отдает предпочтение работе только кристаллоидами. В большинстве используют различные растворы, в том числе гидроксиэтилкрахмала, и при отсутствии, да, такой сценарий, отсутствия каких-либо ограничений, заведующий говорит, да, в шоковом зале у больных с массивной кровопотерей почти 40% сказали бы, что да, мы в качестве базисной терапии использовали бы гидроксиэтилкрахмала. Конечно, проводить инфузионную терапию нужно в условиях мониторинга, и та тенденция, которая последние несколько лет опять отмечается в специальности под названием анестезиологии и реаниматологии, это преобладание ультразвуковых технологий. А опять широкая такая палитра, возрастная пострадавших с отчетанной травмой и шоком диктует различные подходы к мониторингу пациентов. К сожалению, те целевые точки, которые мы должны достичь при проведении инфузионной терапии, требуют различных вариантов мониторинга у разной популяции пациентов. У тех пациентов, которые эффективно ответили на начальную инфузионную терапию, стандартный, я не знаю, мониторинг сердечного выброса с помощью неинвазивной эхокартографической методологии является сейчас одним из методик выбора. У пациентов более тяжелых рекомендуют использовать инвазивные методы лечения. Но обратите внимание, пересмотр, то, к чему мы привыкли. Использовать давление наполнения, центрально-венозное давление, давление заклинивания в легочном капилляре сейчас не рекомендуется, не является стандартом. На самом деле, те проблемы, с которыми мы сталкиваемся при проведении ранней инфузионной терапии, заключаются в вынужденном использовании значимых объемов для увеличения и поддержания артериального давления. При этом мы должны понимать, что такой подход может приводить к увеличению кровопотери, в том числе и за счет увеличения риска гипотермии кауглопатии. И если продемонстрировать тот анализ 120 наблюдений у пострадавших с отчетанной травмой, что происходит, на самом деле мы увидим, да, кумулятивный баланс первые 72 часа, достаточно агрессивная инфузионная терапия, и последующие еще 10-12 дней нахождения в отделении реанимации, это попытка с этим агрессивным балансом справиться, попытка эвакуировать эту жидкость из интерстиции, в том числе из легочного, потому что всегда эта гиперволемия сказывается на ухудшении оксигенирующей функции легких. И есть, конечно, очень простые методы, которые мы не должны забывать, например, динамическая гравиметрия и исследования, обратите внимание, исследования прошлого века говорят о том, что если пациент в отделении реанимации с массивной кровопотери в первые 7 дней поправляется на 3 килограмма, его летальность фактически стремится к 100%, потому что это прибавка веса, это как раз та избыточно агрессивная терапия. Но инфузионная терапия в настоящее время, в 2016 году, это не просто восполнение некой гиповолемии, проведение этой инфузионной терапии должно быть максимально безопасным с позиции индукции гипокоагуляции, инфузионная терапия должна коррегировать гипокоагуляцию и вмешиваться в системное воспаление. И если посмотреть, что нам рекомендуют иностранные рекомендации по инфузионной терапии, они говорят, что да, мы должны использовать в том числе и коллоиды, но очень важно не увеличивать дозу разрешенную, не уходить за рекомендованные суточные дозировки. И в этой ситуации, конечно, синтетический коллоид дает свои плюсы. Мы поддерживаем коллоидно-осматическое давление, мы знаем примерное время персистенции молекулы, и мы понимаем инфузионная терапия, и какого раствора на какое время дает нам тот или иной волимический эффект. На самом деле инфузионная терапия, большинство заведующих сейчас говорят о том, что инфузионная терапия, в том числе это попытка влияния на микроциркуляцию у пациентов с массивной кровопотери, и опять для микроциркуляции в основном большинство заведующих при острой кровопотере отдают предпочтение растворам гидроксиэтилка крахмала. При этом очень важно понимать, что те синтетические коллоиды, которые есть, они у нас не одинаковые, не одинаковые в том числе и влияние, например, на коагуляцию, и в этой ситуации в так называемый барьер безопасности не попадает фактически ни один синтетический коллоид. Но опять доказательная база говорит о том, что разные больные требуют разных решений, и эта доказательная база хорошо проведенного исследования в популяции пострадавших с отчетанной травмой дает и различные рекомендации, что у пациентов с проникающей травмой различий по использованию синтетических коллоидов нет, а у пациентов с непроникающей травмой, а с проникающей травмой груди и живота использование коллоидных растворов дает определенные плюсы, в том числе и при сохранении функции почек. Свежезамороженная плазма, мне кажется, очень важно понимать, что это не средство для коррекции гиповолемии, это заместительная терапия, в первую очередь, заместительная терапия факторов свертываемости с рекомендованными дозировками. И нет смысла введения пострадавшему единственного пакета свежезамороженной плазмы. Если мы ее переливаем, мы переливаем ее в 15 мл на килограмм массы тела. Троноксамовая кислота сегодня звучала, это очень важная составляющая, в том числе инфузионной терапии у пострадавших с отчетанной травмой. Почему? Потому что таких больших исследований популяции пострадавших с отчетанной травмой, как в исследовании КРАШ-1 и КРАШ-2 не было. Более 20 тысяч пациентов. И посмотрите, на самом деле, введение одного грамма болезненно в течение 10 минут, с последующим введением второго грамма в течение 8 часов, позволяет достоверно снизить летальность. Летальность снижается абсолютно на 1,5%. А в популяции пострадавших 10 тысяч человек это ведь еще 150 спасенных жизней. Тромбоцитарная масса очень важная составляющая с теми ограничениями, которые, к сожалению, есть в Российской Федерации. Это время хранения и время заготовки тромбоцитарной массы. Тем не менее, у пациентов с травмой, длительно находящейся в стационаре, мы должны понимать о том, что мы должны затребовать в отделении перерывания крови, в том числе и тромбоцитарную массу. Альбумин при сочетанной травме не продемонстрировал никаких своих плюсов. Больше того, пострадавший с черепно-мозговой травмой он может приводить к увеличению риска летального исхода. Рекомендации поддерживают гемоглобин 70-90 грамм на литр. Они весьма размыты. Это понятно почему. Потому что если молодой пострадавший, действительно целевое значение 70-75 грамм на литр гемоглобина не будет критичным. А вот гемоглобин 70 грамм на литр при отсутствии коррекции у пострадавшего в возрастной группе старше 65 лет со шимической болезнью сердца приведет как раз к тому самому 0,9% летального исхода, когда причиной смерти является острый инфаркт миокарда. Протоколы принятия решения достаточно различные. Различные центры предлагают и математически моделируют различные решения. Но, тем не менее, все это происходит вокруг цифр 70-90 грамм на литр. Очень важный момент этой инфузионной терапии, электролитные нарушения. Все больше и больше появляется данных, что само проведение агрессивной инфузионной терапии может приводить к дополнительному, в том числе, и трогенному метаболическому ацидозу, если мы в больших объемах используем несбалансированные инфузионные кристаллоидные растворы, а это запускает цепь патологических реакций, которые приводят в том числе к снижению темпа мочи отделения. И на самом деле, хорошо очень известно, что ацидоз – это та самая ситуация, которая очень коррелирует с выживаемостью пациентов. И чем быстрее мы скомпенсируем пациента ацидоз, в том числе лактат ацидоз, тем больше у него шансов выжить. При этом, конечно, самый большой вопрос, который возникает, это что же у нас первично. Кровопотери, как следствие развития ацидоза, или наша агрессивная инфузионная терапия. Большинство респондентов в настоящее время, в том числе и у нас в стране, считают, что ситуация вот этого ядрогенного метаболического ацидоза у пострадавшего с отчетанной травмой проявляет себя только при использовании больших объемов. Еще раз важно подчеркнуть, что в настоящее время нет доказательной базы о преимуществах норадреналина над опином у пострадавших с тяжелой с отчетанной травмой. Почему делаю акцент? Потому что у пациентов, например, с сепсисом использование допмина сейчас не рекомендуется. Но все больше и больше говорит о том, что раннее назначение в изопрессорной терапии позволяет снизить объем инфузионной терапии. Те негативные эффекты, которые мы можем наблюдать при использовании очень больших объемов инфузионной терапии. В завершение, мне кажется, очень важный момент в нашем сообществе и в проводимой конференции это не только обсуждение организационных вопросов, но это проведение многоцентровых научных исследований. И я уверен, что под эгидой Ниисклифосовского мы это можем сделать. Если бы меня сейчас спросили, а что же важно с позиции анестезиолога-реаниматолога инфузионной терапии у пострадавших с отчетанной травмой, на самом деле я бы ответил три вопроса. Первый вопрос, то, что мы с вами сейчас обсуждали, сбалансированный или несбалансированный раствор, какой же оптимальный вазопрессор у пострадавших в острый период тяжелой с отчетанной травмой. Ну и, может быть, интересно было бы все-таки исследовать перфторуглеродистые препараты, которые не имеют такого вот широкого доказательной базы, широкой доказательной базы в Российской Федерации, но, тем не менее, я думаю, проведение хорошо организованных исследований именно наших, российских, это является тоже одной из задач той мультирисциплинарной команды, о которой мы сегодня говорим. Спасибо за внимание. Спасибо, Денис Николаевич.